всем привет сегодня мы с вами будем красить седину то есть нам надо закрасить седину которая достаточно жесткая у моей модели грузинские корни поэтому волос такой достаточно плотный их немного но он толстенькие волосы седина соответственно такая немного стеклянная ну хочет быть блондинкой и мы конечно же это сделаем как видели вы вначале я вам показала я использую краситель gold well берем мы 10 уровень для того чтобы сделать блондинку я не беру 12 11 ряд я беру десятку потому что получается достаточно красивый цвет так как седина у нас с вами еще раз напомню 60 процентов это наоборот нам играет на руку потому что появляется такой в итоге красивый блик получается такой бежевый с холодным бликом отлив очень красивый цвет получается кому интересно что я там развожу в какой пропорции пожалуйста пишите я вам конечно с удовольствием отвечу значит здесь в чем особенность так как я сказала седина у нас достаточно жесткая у нас краситель который мы с вами разводим его не должно быть мало то есть вы наносите на волосы густо ну не так чтобы прям текло и все стояло но хорошее такое густое нанесение не жалейте пожалуйста краски и значит как видите я прокрасила сначала все один раз и затем я делаю проверку то есть если красить его вертикально то проверяете естественно горизонтально диагонально то проверяйте диагональ в другую сторону вот я вам сейчас показываю что я как бы делаю проверку и еще раз подкрашиваю для того чтобы все-таки седина у нас закрасилась у хорошо и улица видите я вам я здесь намазала далеко почти что до бровей шутка конечно здесь пушковый волос поэтому пожалуйста не забывайте этот пушковый волос если девушку у вас не носит челку он естественно сразу начинает быстро быстро отрастать через через неделю и бликовать поэтому обратите внимание пожалуйста на краевую линию роста и тоже очень хорошо покрасить и неважно светлый темный цвет пожалуйста прокрашивайте эту линию очень хорошо густо наносите краситель лучше вы потом помоете смоете с кожи краску чем если у вас останется обликовать седина все хорошо промазали и естественно потом вы взбатрите волос потому что нам конечно же для того чтобы хорошо краска легла и получился цвет нам нужен кислород поэтому вы потом взрыхлите волос и высиживаете положенное время по инструкции по технологии то есть как рекомендует вам производитель ну голдвелл конечно рекомендует 40 минут так что вы сидите 40 45 минут это пожалуйста меньше не надо потому что процесс у нас с вами не успеет завершится после время положенного которое нужно высидеть мы с вами дальше проходим в мойку клиента устраивайте поудобнее потому что сейчас у нас как бы будет процедура не очень быстро клиенту должно быть приятно должно быть комфортно мы с вами сейчас будем эмульгировать волосы по всей длине я в данный момент все всю длину не крашу то есть если бы мне нужно было бы освежить цвет я бы брала безымячную краску либо и люмен мы любим либо колоранс подбираете оттенок но в данном случае я буду эмульгировать в мойке потому что цвет у нас еще очень красивый по длине и каждое окрашивание я не крашу заново волосы по всей длине то есть я крашу по всей длине волосы тогда когда цвет уже окончательно смылся и это необходимо если вы видите что цвет достаточно красивый по длине то просто можете с эмульгировать вот как я делаю в мойке но будьте аккуратны пожалуйста вы сначала смочите длину и затем уже растягиваете краску потому что клиенту может быть очень некомфортно больно поэтому будьте очень аккуратно внимательно клиенту ну где-то вот это вот время эмульгирования где-то составляет может быть минут пять-десять все зависит от густоты от длины и волос но если вы хорошо нанесли краситель у вас не сухо то он хорошо растягивается оставите нанесенный вот так вот на растянув по длине где-то минут на пять пока будем с вами смывать эмульгировать с кожи краску лучше конечно эмульгировать волосы и вообще даже смывать краску с волос лучше конечно в перчатках на меня сильно не смотрите это называется неправильно что я сейчас делаю поэтому я конечно вам рекомендую обязательно одевать перчатки защитите свои ручки очень сильно сохнут руки после вот такого что я делаю если вы обратили внимание у меня конечно очень сухие руки но здесь уже видите годами привычка выработалась я чувствую руками да и поэтому мне кажется что я делаю не больно тогда когда я без перчаток в перчатках все-таки менее уменьшается чувствительность и поэтому конечно страшновато сделать неприятно некомфортно клиенту но конечно лучше делайте все-таки в перчатках поберегите свои ручки ну сейчас вот я увидите буду приступать к эмульгированию краски с кожи головы вот аккуратненько пальчиками подушечками вы как бы вспениваете краску то есть ее размываете ну не нажимаете сильно то есть должны быть такие массажные движения приятные аккуратненько смываете здесь не от светлый цвет конечно можно так сильно не стараться ну а когда темный цвет все-таки постарайтесь очень хорошо с эмульгировать потому что краска конечно прекрасно красит кожу за это время как раз вот волосы немножко подтонируются и уже дальше приступаем к мытью головы мне вам не рассказывала ну давайте поговорим теперь о том как правильно мыть конечно же в первую очередь вам надо очень тщательно водой смыть краситель то есть перед тем как наносить шампунь вы должны очень хорошо смыть краску она должна уже вернее она не должна скажем так уже нигде остаться смываем аккуратненько опять же не царапаем не дергаем волосы смываем вот в области шеи в области нижней затылочной зоны не забывайте обязательно тоже нужно обратить на это внимание да то есть краска там тоже есть и мы с вами очень хорошо покрасили потому что у нас на шее тоже растут волосы нижняя затылочная зона поэтому обязательно мы с вами не пропускаем нигде краску обязательно очень хорошо смываем потому что многие клиенты жалуются может быть и как бы вам они об этом говорят что приходят домой и перемывают за вами ну давайте так не делать потому что от вас клиенту уходит уже красивые вы сделали либо сушку с направлением либо укладку и конечно же жалко же ваш труд ну и жалко конечно деньги клиенты если это была укладка значит смотрите сейчас я нанесла уже шампунь но шампунь я здесь смешиваю здесь у меня шампунь для окрашенных волос и фиолетовый шампунь но это по мере надобности если вы хотите теплые цвета вам холодный шампунь добавлять вообще не обязательно вот видите шею обязательно тоже моем вот я вам показываю аккуратненько везде пальчиками подлезайте ноготочками можете все зависит от того как нравится вашему клиенту я делаю все-таки ноготочками но я сильно не нажимаю у меня ногти нарушены и поэтому получается достаточно комфортно то есть я не режу у меня не пилки мне такой идет просто массаж и мои клиенты очень к этому привыкли они прям ждут этого когда я чуть-чуть вот таким вот образом делаю массажирую и значит мы с вами шампунь наносим дважды не забывайте как правило для того чтобы закончить реакцию мы должны очень хорошо помыть ну и заодно мы должны все таки все счистить с кожи головы чтобы у нас не было потом сухости то есть вот это вот этого зуда не было так что аккуратненько все моем вспениваете хорошо обязательно моете затылочную зону нижнюю затылочную не пропускаете нигде следите за своими движениями потому что страдает еще верхняя затылочная зона и теменная зона вы тоже ее всегда пропускаете и вот видите за ушками не забывайте пожалуйста краску мы наносим везде иногда у нас очень низкий рост за ушками идет вот эта краевая линия она прям практически на ушко находит поэтому пожалуйста обратите внимание на это тоже нигде не забывайте моем все очень тщательно и смываем также ну воду как всегда делайте комфортную клиенту кто-то любит погорячее кто-то любит по прохладней но холодной конечно не надо вы можете просто если клиент любит холодную воду сделать потом уже в конце контрастный душ а для того чтобы как бы успокоить волос но это далеко не все любят поэтому вы своих клиентов уже знаете если не знаете это просто пока моете можете поговорить про спросите и тогда уже дальше действовать тщательно промываем и дальше уже наносим стабилизатор бальзам кислую маску что у вас вот как бы в обиходе вы используете обязательно для нейтрализации для для завершения процесса окрашивания мы с вами наносим стабилизатор маска значит соответственно вы высиживаете столько сколько положено по инструкции производителя вы по ощущениям чувствуете сколько надо наносить видите вот я решила что мне еще надо потому что концы съели все то есть суховато остались они должны быть такие достаточно гладкие вот вы пальчиками проводите видите и ничего не цепляется очень мягко очень гладенько все значит тоже бальзам или маска там что у вас будет неважно как наносится вот значит вы нанесли один раз по всей длине смыли если вы чувствуете у вас концы шероховатые наносите второй раз нанесли второй раз смыли опять же с когда смываете вы чувствуете надо ли еще нанесение если не надо не наносите если вы чувствуете что концы все равно сухие наносим третий раз пожалуйста не ленитесь чтобы дальше мы с вами доделали стрижку у нас волосы должны идеально прочесываться поэтому пожалуйста нанесение там маски либо кондиционера либо стабилизатор после окрашивания обязательно и она может быть от одного до трех раз все зависит от пористости ваших волос не ваших естественно вашего клиента шею обязательно промывайте обратите внимание что я промываю шею тоже все после того как вы хорошо промыли одеваем полотенчик и естественно идем уже на место дальше мы с вами либо стрижем либо делаем укладку в данном случае я стрижку вам перенесла на следующее видео иначе конечно же вы устанете смотреть так долго и я вам разделила кстати вот видите я вам тоже показываю здесь что вместо за собой вы сразу после клиента моете это обязательное условие все видите дальше мы с вами сушимся ну либо укладываемся что что вы там решили сделать своей клиентки на чем вы договорились кстати я делаю еще с клиентами как то есть я значит делаю программа минимум программу максимум то есть когда мы красим корни если волосы длинные мы можем не стричься когда мы красим всю длину мы обязательно стрижем даже если это безмячная краска то есть это если полуперманентная краска она все равно подсушивает волосы поэтому для того чтобы кончик не секся кончик был свежим и у вас волос стрижка сохранилась как бы на дольше вы стрижете после окрашивания полностью но это в основном для длинных волос короткие волосы конечно же мы с вами стрижем постоянно высушиваем укладываем и я вам тогда коротко как бы скажу о том что я конечно же провожу обучение обучение по колористике разные блоки я могу преподавать себя дает давать вам колористику с нуля мы можем с вами разобрать проблемы которые у вас есть то есть если это седина значит седину если вы не умеете работать со спецблондами значит соответственно проработаем спецблонды обесцвечивание то есть работа с порошками не вопрос нейтрализация в общем короче если у вас какие то есть страхи обращайтесь мы с вами их победим преподаю я колористику онлайн по стрижкам конечно же мы встречаемся стрижки онлайн это сложновато ручку надо ставить так что звоните по поводу не стесняйтесь пишите вопросы задавайте также можете вы писать и спрашивать или как бы заказывать какие-либо темы которые вас интересуют по мере возможности по мере появления клиента под эту тему я естественно сниму для вас очередной ролик и покажу так значит по поводу моего инструмента все спрашивают значит фен у меня тайгер дальше расчески я использую для укладки вызову как называются оливия garden диаметр разные но естественно под длину вы берете там 34 там 44 там или 35 45 но они приблизительно в один вот миллиметр идут разница берете естественно брашинг тот который вам подходит для длины но конкретно вот моя девушка она вытягивает волосы у нее немного они подвиваются поэтому я беру самый большой как вы видите диаметр но ты конечно не самый большой такой большой в общем сколько у него 30 40 50 наверное 55 наверное и вытягиваю ей волосы не забывайте обязательно нанесите перед сушкой термозащиту либо разглаживающий крем если вот у вас укладка именно выпрямление идет до разглаживающий крем скорее всего даже будет лучше ну либо просто термозащиту для того чтобы поберечь волосы не травмировать горячим воздухом так а значит по поводу красителя значит я уже говорила что я использую краситель гол твелл и значит еще я использую обязательно кератин то есть во все красители я добавляю кератин бренд лауна лап в описании под роликом я как правило оставляю ссылки поэтому если вас это интересует можете пользоваться мне очень приятно что вы все смотрите меня спасибо вам большое вы меня поддерживаете вдохновляете поэтому конечно же ваши вопросы мне даже хочется дальше работать именно для вас это всегда очень приятно здесь сейчас немножко я обыстрю видео потому что движение одни и те же это не обучение укладки укладку я конечно же услышала я прочитала в ваших просьбах я сделаю для вас здесь просто у нас по времени мы уже не успевали так как вы понимаете это клиенты на каждого клиента время ограничено поэтому я вам показываю я успела заснять для вас вот окрашивание и стрижку так что смотрите любуйтесь вот результат какой получился шикарный красивый я жду конечно же от вас вопросов пожалуйста давайте обучаться и кстати в каждом обучении мы с вами решаем колористические задачи это для вас сложно так что пишите будем с вами работать и я рада работать для вас хорошего вам дня вечера ночи утра всего вам хорошего и жду ваших сообщений пока пока ну а вы досматриваете результаты на фотографиях в конце видео он виден прекрасно подписывайтесь на меня все всем пока еще раз